Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Сообщается, что посланник Аллаха, алейиссаляту ас-салям, проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам. Передал Бухари, Либас 62. Также передается, что посланник Аллаха, алейиссаляту ас-салям, проклял мужчин, старающихся походить на женщин, и женщин, старающихся уподобляться мужчинам. Передал Бухари Лебаз 61. Также посланник Аллаха Алейсаляту Ассалям проклял мужчин, одевающихся как женщины, и женщин, одевающихся как мужчины. Передал Абудавуд Лебаз 28 Ахмад Ибн Хамбаль Муснат 2 дробь 325. Ну что же, давайте узнаем, так ли это на самом деле и в чем именно заключается это уподобление. Дорогие братья и сестры, если вы хотите как-то поддержать нас, то поставьте свой щедрый лайк, подпишитесь на канал Ислам ТВ и нажмите на колокольчик. Этого будет достаточно. Ученые объясняют, что проклятие, упоминаемое в этих хадисах, означает удаленность от милости Аллаха, и оно охватывает уподобление в манере разговора, в манере смеха, в поведении, в походке и в одежде. Однако в разных странах люди одеваются по-разному, и в некоторых странах традиционные виды мужской и женской одежды могут быть похожими друг на друга. Поэтому, когда женщина укрывается в соответствии с нормами Ислама, эта схожесть исчезает сама собой. Что же касается проклятия тех, кто уподобляется противоположному полу в разговорах и походке, то здесь все зависит от намерения и цели человека. Целью этого проклятия являются те, кто намеренно старается уподобляться противоположному полу, походке и манере разговора. А те, кто с рождения обладает такой манерой разговора и ходьбы, не являются объектом проклятия. Что же касается уподобления женщин, мужчинам в знаниях, мудрости и религии, то в этом нет ничего порицаемого. Наоборот, уподобление в этих вопросах является разрешенным. Согласитесь, естественным поведением для мужчин и женщин является сохранение гендерных особенностей, присущих каждому полу. Это в одежде, поведении, манере разговора и во всем прочем. Но, к сожалению, сегодня некоторые люди считают смещение полов и уподобление одного пола другому современным и модным. А средства массовой информации активно поддерживают и рекламируют такое поведение. И в такой обстановке предостережений и угрозы посланника Аллаха, алейсаляту ассалям, упоминаемые в хадисах, имеют огромное значение. Ведь на протяжении 15 веков эти хадисы освещают для нас этот вопрос. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Нам и зрителям канала будет интересно знать об этом. Также слово «муханнас», упоминаемое в некоторых хадисах, означает «мужчину, который разговаривает, ходит и ведет себя как женщина». Бадрутин Аль Айни сказал, что «муханнас» – это мужчины-гомосексуалисты. Что же касается женщин, уподобляющихся мужчинам, то к таким относятся те женщины, которые в манере разговора и манере поведения стараются быть похожими на мужчин. В соответствии с нашей религией, женщины должны жить как женщины, а мужчины – как мужчины. Те же, кто ведет себя противоположным образом, навлекают на себя проклятие посланника Аллаха, алейсаляту ассалям. Моей обязанностью перед Всевышним было последовательно изложить вам мнение ученых исламского богословия по данному вопросу. Что же касается того, как вам поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. И то, что вы досмотрели это видео до конца, я очень вам благодарен. И если вы напишите об этом под этим видео, мне приятно об этом будет знать. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, и его сподвижников, и его семейство. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики! Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху.